За 30 вопросов, госпожа Шибут, у вас ни одного звания лучшего знатока игры нет. Как такое может быть, непонятно, но это факт. Давайте посмотрим на игровой стол. Брест. Брест. Против вас играет студент Дмитрий Суганяев из Бреста. Этот вопрос снят самим телезрителем. Внимание на экран. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Я нахожусь на остановочном пункте Осеевка, Осиповичского направления Белорусской железной дороги. На этой остановке в концах пассажирской платформы расположены металлические конструкции. Остановочных пунктов с ними на Белорусской железной дороге немного. Наверняка хватит пальцев рук, чтобы пересчитать. Предлагаю вам ответить на следующие вопросы. Для чего устанавливают данные конструкции? Как конкретно их используют? Что-то грузить сверху, что-то грузить на сети. Они очень мало поезда. Понимаете, что здесь не железка рядом, а что грузить? Они стоят такие же, в конце, в конце, на Белорусской железной дороге. Чего в стране 8-9, почему хватит пальцев рук? У областей у нас. Тюрьмы какие-нибудь, областное что-нибудь. То есть почтовые, окей. Мужчинисты залезть с электрички наверх залазить. То есть смотрящие, она огорожена со всех сторон, то есть что-то грузить неудобно, что-то высматривает. А, может, это таможенный пункт, или я смотрю, что-то таможенный пункт. А, Сипович, а не правильный. Рядом кикаются аэродромы, оттуда могут флошаровать. Нет, но это не очень не совпадает. Самолет, можно экстренно сходить. Не может там быть? О, ты расскажешь про почту? Я вообще ничего не поняла. А зачем их мало? Подожди, на границе все-таки, Сипович, Сипович, Сипович. Не на границе, Сипович. А Сипович, как в этом границе садимаешься? Сторон России. Прополжево. Да ну, где Россия, где Сипович? В данных пунктов, где нету почтового отделения, не очень много. Поэтому дежурные по остановочному пункту собирают корреспонденцию. И потом залазят на эту вышку, чтобы не прыгать. И передают машинистам поездов корреспонденцию, которые, соответственно, отвозят в пункт назначения ее. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. У нас будет видеоответ, господин Михалыченко. Я пока не буду ничего комментировать. Смотрите. Внимательно. Внимание, правильный ответ. Дело в том, что платформы этого остановочного пункта имеют дугообразную форму. Для Беларуси же в основном характерны прямые платформы. Из-за сложной геометрии на таких остановках локомотивная бригада поезда ни в правом, ни в левом зеркале заднего вида не может видеть, закончили ли пассажиры высадку и посадку. Помощник машиниста покидает корреспонденцию. Кабину и направляется на вышку, откуда подает сигнал машинисту о безопасности закрытия дверей. Вот и в наши дни вот так бывает, госпожа Повышева. В Осиевке никто не был. Надо чаще ездить по родной стране, дорогие наши знатоки. 4-2. Я поздравляю студента Дмитрия Суганяева из Бреста. 200 рублей господин Суганяев зарабатывает. Господин Прохорчик, я попрошу вас повышенное внимание на этот вопрос обратить. Мне показалось, что побольше бы нам таких вопросов о необычности, что ли, в нашей стране. Мне кажется, что знатоки тогда почаще ездить будут. Как вот, я знаю, господин Семенов любит путешествовать по стране, по нашей. Я был в Осиевке. Согласен, господин Семенов. А вы были даже в Осиевке, господин Семенов? Ну и что, да. Проездом. Не рассказывали вам местные такую историю? С местными не общался, к сожалению. Вот, видите, господин Семенов, загордились вы. Далеки вы от народа, господин Семенов. Конечно. А я хочу рассказать правила летних игр. В играх принимает участие 5 команд клуба. Команды Андрея Супрановича, Антона Воронько, Елизаветы Гришкиной, Алены Повышевой и Федора Шведова. Команда, которая после отборочных игр летней серии займет первое место в рейтинге, сейчас находится команда Андрея Супрановича, выйдет в финал. А сейчас, внимание. Судьба главного приза летних игр 2019 года определится в финальной игре, которая состоится 28 июня. Если в финале победят знатоки, то лучший игрок этой команды получит малую хрустальную сову и денежный приз. Две тысячи рублей. Если же в финале победят телезрители, то малую хрустальную сову и две тысячи рублей получит лучший игрок команды телезрителей. Автор лучшего вопроса финала. Продолжаем. Седьмой раунд. А я представляю поистине королевский подарок от королевского чая Ричард. Лучший знаток лета получит по окончании финальной игры вот эту корзину с годовым набором чая Ричард госпожа Повышева. Вот такая красота неземная вас ожидает, Алена. Вам для этого надо всего лишь выиграть сегодняшнюю игру со счетом 6-3 и лучшее, а во-вторых еще и стать лучшим знатоком финала. Я хочу корзинку, ну что я сделаю с собой? Вы хотите корзинку, это прекрасно. Против вас играет бухгалтер Марина Короленя и будущий редактор Карина Короленя, агрогородок Осовец, Минская область. В 17 веке предприимчивой голландской семье Эльзевиров удалось произвести настоящую революцию на книжном рынке. Они удешевили производство без потери качества. Благодаря этому художественная литература стала доступна широкому кругу людей. Внимание, вопрос. А как при этом семейству Эльзевиров удалось повлиять даже на моду того времени? От кожи отказались? От кожи отказались? Очки! Очки! Мелкие лепши шрифты! Молодец, что появилось! Смотри, ладочки! Очень хорошо! Давайте, смотрите, еще есть лепши, наверное, что купили в пиво и лимонок. Они стали писать с двух сторон страниц печатать. Не поможет Огода никак. Я тоже думал, что это еще отличает. Или специальные карманы для книг появились, что еще внешне есть для человека. Что они могли сделать, а до этого уже придумали? Двустороние, ставьте на двух сторонах печатать. Две стороны отлично. Что-то двустороннее. Что-то другое выделил для перчатки, чтобы не везутся на пример. Двустороннее бумагу. Долго бумагу они могли сделать? Шрифты какие-то конкретные. Что-то перешли от цельных страниц на наборные. А, возможно, да. И тогда пришлось наденьше вырезать страницы. А может, стали как-то меньше сушить другие чернила, и люди стали пачкать? Нет, это все равно не полежали. Ну, очки, конечно, очень лучше, чем перчатки. Кто придумал? Мелкие шрифты. Нет, это Володя. Володя. Это Валера. Кто отвечает? Ответственно, господин Семенов. Господин Семенов, прошу вас. Мы считаем, как они повлияли на моду. Люди в Голландии стали больше носить оптические приборы. Очки или всякие монокли, чтобы читать мелкий шрифт, который ввели эти книгоиздатели для своих книг. Чем меньше шрифт, тем больше нужно напечатать на одном листе и сделать книгу меньше, продавать больше. Вопросе было, они удешевили производство без потери качества. Абсолютно верно. Они стали печатать более мелким шрифтом. Книжки стали значительно меньше. Меньше нужно тратить бумагу на производство. А, вот в этом смысле. Все понятно, да. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Господин Супранович, скажите, а вот вы что придумали командой? Лучше этой версии мы не придумали. Тоже прачки рассуждали. Даже госпожа Рабкина тоже так думала. Нет, ну ничего интереснее у нас нет. Ну вот, мода, какие-то изменения в книгоиздании. И вот на моду повлияли при этом. Ну, очки за счет того, что команда просто, ну, или знает, или забыла, или что. Очки-то вообще в 13 веке там более-менее придумали. А с 14 начали активно использовать господин Семенов так на будущее. Ну да. Ну а в моду могли войти тогда. Чтобы удешевить выпуск книг, Эльзивиры, вот очень интересный факт, я тоже этого не знал, Алена, сконцентрировались на массовом производстве недорогих книг в маленьком формате. Стало модным носить такие издания с собой. Поэтому на одежде даже стали нашивать специальный книжный карман. Так семья Эльзивиров открыла эпоху карманной книги. Ну, вспомните старые книги, как выглядели, господа хорошие. Огромные фолианты с чуть ли не замками лежат. Помните, господин Семенов? Помню. А вот благодаря Эльзивирам появился вариант эдакого пукетбука 17 века. 4-3. 4-3. Я поздравляю бухгалтера Марину Королению и будущего редактора Карину Королению, гражданка Осовец Минской области. Господин Прохорчик, вот в таких ситуациях, когда два автора у нас, каждый автор по 300 рублей в данном случае зарабатывает, или вопрос на двоих авторов, то есть по 150 семье Короления. Как правильно? Да будем автором заплатить по 300 рублей. Вот так вот, благодаря, с легкой руки, с таковой компанией Кирталовича. Вопрос очень хороший. Брохорчика по 300 рублей получают оба автора. Я так понимаю, это мама и дочь Короления. Ну и хорошо. Они просто зародили тактилизительную надежду на выигрыш этим вопросом. 4-3, да. Господин Прохорчик, вы понимаете, что сейчас счет 4-3. Господин Супронович выиграл со счетом 6-4. Правила, начиная с единства сезона, у нас изменились. Теперь тем, кто играет позже, надо побеждать со счетом лучше. Это означает, что вам сейчас надо будет правильно отвечать на все последующие вопросы, да? Да. Если вы хотите выиграть СЖФ. Подумайте, как это лучше сделать. Надо два вопроса взять. Восьмой раунд. Мы вошли в эфир на словах капитана. Надо два вопроса взять. Госпожа Повышева, ну, в общем-то, да, вы правы. Ну, я хочу сказать, что в команде есть скрытые резервы. После уже рассказанного успехов госпожи Шибут, господина Башлыкевича, в команде есть еще скрытые другие лидеры. Валерий Семенов, например. Девятая игра в клубе, но лучший показатель клуба по проценту признания лучшим знатоком игры относительно количества игр. Поэтому, господин Семенов, как бы ни закончилось сегодня, вы, наверное, опять ставите лучшим знатоком. Господин Семенов, вот вы в прошлый раз оставались один при счете 5-5 в зимних играх и не ответили про Занзибар, про способы парковки, если можно сказать, лодок. Быхов будет играть. Вы после этого про Занзибар почитали немного? Мне всегда интересно. Знатоки, когда не отвечают на вопросы, интересуются потом фактами с ними связанными? Почитал очень многое. С этим фактом не столкнулся. Не столкнулись? Ну, так, конечно, у нас телезрители такое присылают, чтобы вы так с лету не сталкивались. А против вас сейчас сыграет менеджер Набил Бринси из Быхова. У господина Бринси тоже определенный юбилей. Это десятая игра господина Бринси и выпал его десятый вопрос. Вот так бывает. Госпожа Полушева, не подведите телезрителя, дайте ему возможность заработать 400 рублей. Насколько я помню, у господина Бринси уже была возможность нормально заработать. Все-таки вы подсчитываете, я так и знал. Фильм «Ромео и Джульетта» итальянского режиссера Франко Ди Ферелли с успехом прошел в свое время в советском прокате. Я думаю, это вы все должны помнить и знать. Интересно, что во время дублирования было использовано два перевода пьесы на русский язык. Бориса Пастернака и Татьяны Щепкиной Куперник. Внимание, вопрос. А для чего это понадобилось? Хронометраж замеряли, что быстрее, что короче, чтобы укладываться в реплики. Чтобы фразы лучше дублировали, то есть те, которые подходят... Ромео мужик, а женщина типа... Нет, выбирали подходящие по длительности переводы фразы. То есть дублирование... А, одного перевода однозначно не накрывало весь фильм, поэтому... Смотрите, что-нибудь с тем, что Пастернак опальный был, и поэтому добавили Щепкину, там, сделай Куперник Щепкиной по повиту, там. Нет, тогда бы его даже не рассматривали, если бы опальный. Где-то такой, где-то другой, да, переводы. Может, один понятнее, один проще, там, другой сложнее. А чтобы там что-нибудь разделить, например, что-то для Монтеки сходить. Мы понимаем до конца, что Бова говорит. Да, да, понимаем. Кроме меня. Чтобы... Я тоже не очень, ну ладно. Стихи, там, одни в стихах, другие в прозе. Актеры в театре играют. Актеры, Алена, это играют в театре, и смотря какой период тот или иной актер. Если действительно один для Монтеки, другой для Популейки, но не понятно, зачем. Это фильм, да. По логике, ну, вроде это нормально. А может, разные актеры, то, что Валера говорит, разные постановки играли? Разные постановки заучивали. Нет, актеры, жаловы, один. Это разные вещи. Прошу, кто отвечает? Владимир Михалченко. Владимир Михалченко, прошу вас. Значит, логика у нас такая. Фильм, он итальянский, он был отснят. Нет, хронометраж, его как целиком, так и отдельных фраз и сцен изменить нельзя. И поэтому для дублирования использовались фразы, которые либо с того, либо с другого перевода, которые для этой сцены лучше подходили по хронометражу, так сказать. Ну, каким образом? То есть, например, у Пастернака какая-то сцена была дольше переведена, и она не вкладывалась в длительность кадра, да, сцены в фильме. И, соответственно, использовали другую. Внимание, правильный ответ. Давайте я вначале правильный ответ зачитаю, а потом обсудим кое-что. Режиссер дубляжа, господин Михалченко, стремился, ну, как бы априори добиться максимального совпадения движения губ актеров, говорящих по-английски, и русского текста. Поэтому для перевода каждой реплики рассматривалось два разных перевода, и выбирался тот, благодаря которому актер дубляжа лучше попадал, так сказать, в губы английскому актеру. Это так нам рассказывает господин Бринси. И понятно, что при этом тайминг, то слово, которое вы нам так описывали, да, то есть временные отрезки, также должны были быть соблюдены. Поэтому, конечно, формально там логику правильного ответа вы нащупали. Но мне кажется, что все-таки попадание в губы и хронометраж — это немножко разные вещи, но, тем не менее, я сейчас дам возможность...